Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше движение по иконописной азбуке на канале Русской Иконописной Школы. И сегодня я обещала поговорить с вами о очень интересной иконе Божьей Матери, которая называется «Благодатное небо». Откуда такое название? А название восходит к тексту, к богослужебному тексту, к Богородичному первого часа «Позволю себе его зачесть». «Что тяна речом, о благодатное небо, якобы сияло, еси солнце правды». Эта икона представляет собой очень интересный иконографический тип. Она изображает Божью Матерь в полный рост. Как правило, она изображается в очень торжественных царственных одеждах. Мафорий венчается еще и венцом. Но даже если поверх головы мы не видим венца, то вся поза, вся стать Божьей Матери свидетельствует о ее царственности. И на руках ее выседает царственный богомладенец. Как правило, тоже в царском венце. Вокруг них сияет солнце. Они как бы в таком вот сияющей такой мандорле. То есть это очень красивая торжественная икона. Почему она появилась в нашей иконографии и как она появилась в нашей иконографии, это тоже очень интересно. Дело в том, что икона восходит к тому моменту, когда из Литвы Василий I привозит свою супругу Софью Витовтовну. И она в качестве благословения родительского привозит вот такую икону, такого типа. Икона, безусловно, имеет генетическую связь с западноевропейской иконографией. Но поскольку мы с вами уже разбирались, иконография это такая сложная тема, которая не может быть исключительно сосредоточена только на своей художественной традиции. Подпитка очень часто бывала и с западноевропейскими иконографическими схемами. И потом осмысленными в православии они становились очень и очень органичны. Эта икона очень любима в православном народе. И художники не только в период вот такой достаточно органичный для православной иконографии, но и в синодальный период очень любили этот сюжет. Поэтому есть несколько таких замечательных типов, которые мы с вами больше даже знаем, чем вот ту икону, которую привезла София Витовтовна. Мы с вами знаем, например, замечательно Васнецовскую икону «Благодатное небо». И она, конечно, во многом повлияла уже на возрождающуюся иконографическую традицию уже конца XX и начала XXI века. Вот, собственно, все, что сегодня я хотела вам сообщить. Следующий термин, о котором мы поговорим, термин, достойный очень серьезного разговора, но в рамках иконописной школы мы попробуем достаточно кратко о нем поговорить. Это термин «Бог». Оставайтесь на канале Русской иконописной школы, смотрите иконописную азбуку и расширяйте свои познания. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok